Я хочу сегодня представить вашему вниманию урок, разработку урока четвертого класса по курсу робототехника и разобрать его на плане краткосрочного планирования урока с презентацией и также с демонстрацией потом достижений, которые должны появиться у детей на роботе. Тема урока является ультразвуковой датчик и определение реакции на препятствия. Так как робототехника является вариативной частью образовательного компонента, то цели обучения у нас заявленной нет, но мы составляем свои цели урока, которые нам необходимы. Цели урока для данной темы это сформулировать понятие ультразвукового датчика, установить алгоритм подключения ультразвукового датчика, создать программы с реакцией на препятствия в LEGO Mindstorm EV3 и соответственно тут же необходимы критерии обучения или критерии успеха учащихся. Исходя из цели это будут следующие. Дети у нас сформулируют понятие ультразвукового датчика, называют способы подключения ультразвукового датчика, программируют роботов среди LEGO Mindstorm EV3. Какие привития ценностей мы им можем дать тут? Конструктивно мыслят, способны к деятельности в конкурентной образовательной среде через программирование роботов. Межпредметные связи, которые у нас прослеживаются, это соответственно информатика, ИКТ, математика, физика. Навыки использования ИКТ это ноутбук, программное обеспечение и сам робот. Предварительные знания, которые у детей должны быть, они у нас знают компоненты робота и среду программирования из предыдущих уроков. Для начала урока выделяется 8 минут. 2 минуты идет на прием положительный настрой. Мы должны настроить детей на положительную работу. Это можно сделать с помощью различных активных методов обучения. В данном уроке я использую метод пожелания. Каждый ученик дает пожелания на следующий урок и на работу. Следующим этапом у нас идет актуализация знаний. Она тоже входит в начальный этап урока. Мы тут проводим разминку ума. Я демонстрирую модели робота базовой комплекции. Мы вспоминаем архитектуру робота. Тут я использую следующее задание. Если перейдем по ссылке интернета, это задание будет у нас онлайн. На слайде предоставлен скриншот этого задания. Надо установить соответствие между названиями элементов робота и местом их расположения. Нам показывается на данном ссылке, куда необходимо подключить тот или иной датчик, что является большим мотором, что является средним и так далее. Когда мы доходим до ультразвукового датчика, который до этого детям был неизвестен, мы определяем тему урока и совместно целеполагание. Мы проводим на это начало урока у нас уходит 8 минут. Середина урока. Для того, чтобы мы начали изучать тему, по которой мы уже определили, это ультразвуковый датчик и определение реакции на препятствия, сначала излагается материал теоретический. Текущий урок мы посвящаем изучению ультразвукового датчика. Данный датчик присутствует у нас в образовательном наборе LEGO Mindstorm EV3. Главное назначение ультразвукового датчика – это определение расстояния до предметов, находящихся перед ним. Для этого датчик у нас посылает звуковую волну высокой частоты, которая называется ультразвуком, ловит обратную волну, отраженную от объекта, и, замерив время на возвращение ультразвукового импульса с высокой точностью, рассчитывает расстояние до предмета. Ультразвуковой датчик может выдавать измеренное расстояние в сантиметрах или дюймах. Диапазон измерений датчика в сантиметрах равен от 0 до 255 сантиметров, в дюймах – от 0 до 100 дюймов. Датчик не может обнаруживать предметы на расстоянии менее 3 сантиметров. Также он недостаточно устойчиво измеряет расстояние до мягких, тканевых и малообъемных объектов. Нам необходимо использовать в виде препятствия какой-то большой масштабный предмет. Кроме режимов измерения расстояния в сантиметрах, датчик имеет специальный режим «Присутствие слушать». В этом режиме датчик не излучает ультразвуковые импульсы, но способен обнаруживать импульсы другого ультразвукового датчика. У нашего робота, которого мы собрали по базовой конструкции, ультразвуковой датчик уже закреплен впереди по ходу движения, как это показано в базовой инструкции к сборке. Мы его подключаем кабелем к порту 3 модуля EV3. Это необходимо озвучить для того, чтобы у каждого ребенка датчик был подключен именно к третьему порту, и чтобы не вызывало разногласий, что программа у нас не срабатывает, потому что датчик подключен не к тому порту. Приступаем к разбору практических примеров использования ультразвукового датчика. Но перед этим происходит демонстрация действий наглядно. Каждый имеет перед собой робота на двух человек. Они разглядывают датчик, задают вопросы, если им что-то непонятно. Мы еще раз закрепляем, как датчик подключается к какому порту, что этот порт обозначается цифрой, а не буквой. И так далее. Далее дети садятся за компьютеры и вместе с учителем, то есть со мной, начинают разбирать программы на роботе. Первое задание, которое у детей есть, это реакция на препятствие. Детям необходимо написать программу, останавливающую прямолинейно движущегося робота на расстоянии 15 сантиметров от стены или препятствий. Программа выполняется по образцу с полной озвучкой, с полной демонстрацией того, что происходит, для того, чтобы дети смогли закрепить. Сначала мы вместе с ними выясняем, с чего мы начинаем. С блока начала. Далее мы по алгоритму всегда разбираем, что нам необходимо, чтобы делал робот. Если нам необходимо написать программу, останавливающую движущегося робота, то сначала мы начинаем решение с конца. Для начала нам необходимо, чтобы робот двигался. Мы с детьми работаем в формате диалога. Когда мы составляем программу, спрашиваем, с какой палитры мы берем данный блок. Дети прекрасно знают, что палитра, отвечающая за действия, это зеленого цвета. Они отвечают, какой блок мы будем брать. В данном случае мы берем блок рулевое управление и просто включаем робота. Он просто едет. Далее, используя оранжевую палитру, мы применяем блок ожидания. В блоке ожидания мы выбираем ультразвуковой датчик. И в данном случае мы не измеряем, мы сравниваем. Нам необходимо, чтобы у нас было расстояние больше, меньше или равно. В данном случае мы делаем следующее условие, что если расстояние до объекта становится менее 15 сантиметров, как это показано, то робот у нас прекращает свое движение. Можно данную программу поместить в цикл, тогда будет бесконечное повторение этих действий. Мы с детьми по образцу создали программу. Каждый ребенок загружает программу в робота, проверяет ее. Программа сработала, мы себя все формативно оцениваем, проводим самооценку. Если программа сработала, соответственно, ребенок справился с задачей, которую перед ним ставили. Между тем, в течение урока, по ходу урока, мы повторяем, что такое ультразвуковой датчик. Возвращаясь к целям урока, который мы поставили в начале, они формулируют понятие ультразвукового датчика, называют способы подключения. Это на каждом уроке потом будет повторяться, каким образом, к какому порту подключается у нас ультразвуковой датчик. И программируют робота в среде LEGO Mindstorm EV3. Это у нас тоже цель просматривается на протяжении всего урока. Урок у нас получается цикличным, и дети видят сами, что они достигают цели, которые мы поставили в начале. На это задание у нас уходит 6 минут. Время я брала с расчетом того, что дети 4 класса, у них рука так не набита еще. У них в нашей школе, в 4 классе, робототехника изучается 17 часов, только одно полугодие, 1 час в неделю. И, соответственно, скорости программирования, загрузки программ, проверки ее на роботе, у них такой нет, какая есть у других детей, которые находятся в старших классах. По этому времени я брала с запасом. Итого у нас получается. Полурока уже, можно сказать, прошло. Следующее. После этого задания, так как прошло полурока, мы проводим физкульт-минутку. Физкульт-минутка у нас может быть как активная, так и физкульт-минутка, которая у нас является зрительной. То есть мы тренируем глаза. Так как дети встают, чтобы проверить своего робота, я думаю, им не нужна физическая физкульт-минутка, а чтобы зрение их отдохнуло немножко глаза, нужно какие-то зрительные упражнения. Потому что дети практически весь урок сидят за компьютером. После физкульт-минутки мы начинаем разбирать задания на самостоятельное программирование. Для этого им на слайде высвечивается задание и озвучивается мной. Написать программу, в которой робот на расстоянии 15 см до препятствия разворачивается и едет назад. То есть задание у нас исходит из первого задания, но немножко усовершенствовано. Тут решения у нас нет, как мы разбирали его на картинке. Но для начала, чтобы дети верно все запрограммировали, мы должны с ними все озвучить. Мы должны составить алгоритм, хотя бы устный. Разбирается с детьми, что нам необходимо делать, как мы это будем проводить и в каком порядке у нас все это будет происходить. Также мы опять повторяем, с каких палитр, какие блоки мы берем. Тем самым дети к концу 17 часов, к концу первого полугодия прекрасно овладевают у нас зеленой, оранжевой и желтой палитрой. То есть дети прекрасно знают у нас действия, вспомогательные блоки, цикл переключения ожидания и блоки датчиков, что потом им помогает в пятом, шестом, седьмом и так далее о классе учиться уже более быстро. Задание мы разобрали. Детям дается время на создание. В момент создания ребенком программы учителю необходимо подходить к каждому ребенку, смотреть, что делает ребенок. Справляется, не справляется, потому что у нас дифференцированный подход. Дети у нас имеют разную скорость создания. Кто-то имеет математический склад ума и очень быстро программирует. В таком случае я лично в классах, на которых я сейчас представляла, когда составляла урок, у меня есть в этих классах дети успевающие, которые помогают потом вместе со мной подходить к другим детям, которые немного не успевают. Вместе разбирать, вместе объяснять, как что делать. Дети составили программу, загрузили, проверили ее на работоспособность. После того, как мы убедились, что каждый ребенок у нас создал верную программу, она у него проработала. Мы делаем следующее. Мы опять проводим взаимопроверку и самопроверку. Программа у нас высвечивается на экране. Дети проверяют, такую ли программу они создали. Если у них какая-то вариация программы, немножко другая, например, в последнем блоке они указали не количество оборотов, а количество секунд или количество градусов, то это не имеет значимой ошибки. Мы с ними это все разбираем, потому что дети начинают разбирать свои работы и свои программы, вплоть до того, что у них цифры не отличаются от цифры, которые предоставлены мной. Когда программы проверили, взаимопроверка прошла, мы с ними проверяем это все на роботах. И таким образом 8 минут у нас уходит на задание номер 2, так как дети самостоятельно его составляют. После того, как дети продемонстрировали все свои программы, у нас уже наступает завершающий этап урока. На завершающий этап урока у нас уходит 8 минут, и в него входит закрепление материала, опрос, что такое ультразвуковой датчик, как подключается, какие блоки использовали для программы. Мы опять же возвращаемся в конце урока к целям, которые поставили в начале урока. Далее мы проводим рефлексию и обратную связь. Рефлексия и обратная связь у нас имеют между собой различия. Рефлексия показывает более эмоциональный настрой ребенка, то, как он это все выполнил, как он справился в эмоциональном плане. А обратная связь дает право мне посмотреть, справился ли ребенок в конце урока или нет. Обратную связь мы проводим с помощью стикеров, которые дети потом клеят на доску. Если у них остались вопросы после урока, мы тоже их разбираем на этом уроке. И в конце урока у нас последний завершающий этап – это привести в порядок свое рабочее место, привести в порядок компьютеры, выключить роботов и поставить их на место. Ну вот так вот у нас выглядит урок, если его рассматривать на примере краткосрочного планирования урока. Сейчас я хочу показать вам, как будут выглядеть программы на роботе, на роботе Lego Mindstorm EV3 на базовом. Как я их уже загрузила в робот, для того, чтобы сэкономить время. И сейчас я продемонстрирую, как выглядела бы первая и вторая программа, для того, чтобы она получилась. Первая программа – это остановка. Робот начал ехать, увидел препятствия. Препятствиям дети всегда будут выставлять либо свой пенал, либо свою руку. Увидел робот препятствия, он остановился. И следующая программа, где роботу необходимо ехать назад. Робот разворачивается и едет назад. Развернулся на полное количество оборотов. Это была демонстрация у нас тех программ, которые у нас должны получиться по итогу урока. Есть ли у школ какие-то вопросы? Возможно, по планированию, возможно, по программированию и так далее. За что? Гимназия 38. Гордость Каймногор спрашивает. Здравствуйте. Скажите, сколько детей у вас в группе? Ну, если рассматривать именно четвертый класс, который я брала, то четвертый класс у нас полная комплектация. Там более 30 детей. И одна группа – это от 15 до 16. 15-16 детей в одной группе. Я работаю в кабинете, где у меня и имеется 16 ноутбуков, за которыми дети могут работать. Роботов у нас меньше, поэтому робот у нас является один, например, на два ребенка. Так, коллеги, у вас есть еще вопросы? Если нету, то, думаю, можно завершать этот онлайн-тренинг. Спасибо большое. До свидания.